Дениска Дениска Продолжение следует ... Мы так много всего набрали у вас Спасибо На следующей неделе Жалко конечно Так, слушаю вас Черный чай, давайте пирамидки, лесные ягоды Один Всего хорошего вам, до свидания Дим, доброе утро Ты на разума наиболже? Ясно, заберешь нам 552,93 Так, ну там еще на минимальном Еще один магазин у нас есть И вот это будет вам минималка Два магазина У нас один склад А меня ваши не волнуют Я беру то, что мне надо А то, что вам на минималку, я наберу, чтобы оно у меня стояло Мне это не надо Ну так что В такие моменты думаешь Ёлки-палки Год назад, приедь ты ко мне в храм Ты бы себя по-другому ввела Ой, батюшка, а что там, как А куда свечки поставить Ну вот А сейчас ты от меня ноги утираешь Ну вот Не знаешь, не знаешь, что я там Сложно раньше Стоп У вас точка получается Как заходишь между двумя входами Или справа Точно Да Все Все Не, не, не Все, точка Все, ты еще извинений Перепутал Все, извините Блин Перепутал точки Музыка 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 Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok И вот я помню, было всегда действительно очень тяжело исповедовать людей Узнавать какие-то внутренние их тяготы, скорби То, с чем человек приходит на исповедь Было какое-то жуткое внутреннее пустошение просто И вот в какой-то момент я как-то изменил прагибы Я сначала стал причастливаться сам, потом выходить на исповедь И я четко почувствовал, что внутреннее какое-то состояние изменилось То есть если принимает исповедь не священник Принимает иди свой Христов, с которым ты причастился Я понимаю прекрасно, что есть масса других священников Которые гораздо больше меня видели И человеческие страдания, и страдания детей И какие-то случаи смертей, которые кажутся нам чудовищными И тем не менее люди остаются священниками Служат и проповедуют Но во мне таких сил не нашлось Вик, ну... Дети такие мои и твои Хорошо, давай тогда я сейчас с ним созвонюсь И потом тебя наберу В семье, когда всегда сложно было Просто практически с самого начала пошло так, что Очень разные люди были с женой Разные По многим вопросам Начиная с воспитания детей, заканчивая там Вкусами в литературе, в музыке В кинематографе И в конце концов Пришли к тому, что просто было не о чем говорить То есть у каждого, когда свой мирок такой образовался Эти два мирка соединялись с собой только через детей Ты будешь чай? Не делать? Нет Я не хочу Тогда какой-то... ну... Без эфемизма, да? Вот кризис в плане священства Вот он назрел Вик, это не поняла и не приняла Вот была такая фраза, что ты как не священник, ты мне не нужен У Кали по заелочке поработаем с вами? Шишочек? У Кали по заелочке с вами поработаем? Спасибо Очень классная Очень классная Получается, что вместе работали Приходилось как-то так вот в разных ситуациях пересекаться Но какая-то вот искорка проскочила Если человек не зацикливается сам на себе, что в какой-то момент у меня было Ну в любом случае такая ситуация, она настолько неоднозначна, что Действительно есть возможность замкнуться на себе и... и все И никакая там, какая там любовь, какие чувства, когда вот такое внутреннее ощущение какого-то такого греха В какой-то момент Господь, вот, как мне показалось, дал этого человека То есть как бы вот эти две параллельные прямые пересеклись в одной точке Но завязал таким узлом Потом развязал Да, вот И вот сейчас имеем то, что имеем ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вообще мне об этом очень сложно говорить Я как-то в уме это озвучиваю себе Но когда ты начинаешь об этом рассуждать слух И мысли приобретая словесную оболочку Это, конечно, сам иногда запутываешься в том, что ты имеешь в виду А вот папа царство Ну, это не понравилось? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА У меня сейчас книга мудрости открывается, туда можно что-то вложить ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Единственная такая вот серьезная, то, что мне сложно, так скажем, то, что для меня боль, это когда вот детям чего-то не додали. В принципе, посмотрел, что может быть все-таки будет как-то правильнее, честнее перед Викой, перед детьми, уйти сейчас. Хотя, конечно, за детьми скучают, а постоянно живая рана. Когда звонишь, там Ксюшке, ну Николай еще маленький, по телефону там, но редко разговаривает, больше любит так общаться. Папа, когда ты к нам вернешься жить? А что ты ребенку скажешь? Будете молиться за нас? Обязываю. Хорошо. 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 Все, как там осталось. Мне выпала величайшая честь озвучить то... Нет! Преданные России голоса на самом большом стадионе Каждый из присутствующих здесь знает правду Это и есть настоящая участь настоящих учителей А значит знаю это! А значит имею право говорить это! Бога можно постичь только по его творению Машины не умеют мечтать Имперская педагогика Наши дети это единственное в этой жизни Она родит ему столько детей сколько он захочет Вот такая формула мои будущие сказочные герои Здравствуйте учителя! В тщеславие! Гнилая слабость основанная на сомнениях своих силах Мы не лучшие! Мы русские иные! Когда он молится в храме, он молится за весь мир На кучах словодной формальщины взросли цветы Серафима Саровского И традиций толком никаких кроме водочного аужора нет Есть точка невозврата И слова-то вроде правильные Шкурничаем Свои грехи на других сваливаем Семья у меня Дети Заново соберем нацию Это единственный способ выжить русскому человеку Вот что я Законченный национал патреон Хочу сказать вам И добавить к этому Русские друзей не бросают У меня нет денег Я поп-соропатник Но что это меняет? Я по-прежнему русский Почему нет? Ничто как промысел божий в голову не приходит Проглядел дьявол Орликина И так бывает А cotton Бfreiз Выносили Универ terrifying И צרком Универс Jacques Мангер Пальпуля Универска Вперед, Россия, мы с тобой! Только Русские, только победа! Вперед, Россия, мы с тобой! 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 Вперед... Будешь смотреть? А вот и мотоциклист же... Дядя, как ты говоришь? Дядя... И! Вперед... Так, можно мне поиграть? Подстроились. Я тоже хочу поиграть. Можно мне? Смотри. Медлокая, ты медлокая. Спасибо. Смотри, какие боссы. Нравится тебе? Полетели? Да. Высоко? Да. Десять лет назад называла Сергеем. Мы знакомы? Ну да. Давно? Даже не десять больше. Больше десяти. Больше одиннадцати даже уже. Четырнадцать скоро будет. Что там, чай? Сейчас Прохоров называют. Да. Привыкли уже тогда? Ну как-то да, как-то так повелось. Привыкли. Поездки у нас были и летние, и зимние. Мы туда наведываемся, ну не могу сказать, что частенько. А я, кстати, часть этого пути тоже. Прошли, да? Да. Вокзал. Давайте собираться. Давайте собираться. С Женюнкой. Что, я Robbie. Все решатьiberal перекрестить. Не надо. Не надо. Я делаю язык, если можно. Иди спиной, я тебя снимаю Переходишь 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 среди духовенства. Для меня это соблазн. Вы знаете, я начинаю понимать, почему революция произошла. Господь дает еще шанс. Вместо того, чтобы паству пасти, Богу молиться, какой-то фигетьми занимаемся. Причем говорим о Боге, а это просто какое-то краснобайство. Просто такой, вот знаете, кот Баюн. Такое, все красиво, красиво. А знаете, как я этого хотел? Меня просто захлестывало. Ну, трудно сложилось. Это был трудный такой шаг. С обеих сторон? Я думаю, да. И с его стороны, и с моей стороны. Потому что я человек, который тоже достаточно долго в церкви находится. Ну, я не веду как прихожанка, там, так далее. Естественно, я там не работаю. И у меня семья такая достаточно верующая, православная. И бабушка мне привела эту веру. И тогда, когда мы были все пионерами, я ходила с крестиком, вот когда это все преследовались, все эти вещи. поэтому мне было, так скажем, нелегко решиться на такой шаг, учитывая все вот эти вот моменты, да, с... потом это для меня первый брак. Надеюсь, единственный. Ну, я, наверное, в конфликте все-таки с церковью. Посмотрите, у меня же сан есть. Я вот живу с женой, мы же не венчаны. И это все, это тупик. Как тут? Только Бог будет разбираться с этим. Стояние помнишь? Конечно. Это невозможно забыть. Ну, на первых порах это было как-то вот так актуально. Сейчас уже, сейчас как-то немножечко нас будет засосал ребенок, семья, сейчас начинаем потихоньку по двум годам в себя приходить от забот о ребенке. Поэтому как-то это сейчас отодвинулось. Сейчас бытовые проблемы, конечно, существуют. Но возвращаемся периодически, но я не могу сказать, что это вот так как-то актуально. Может быть, я не знаю, подспудно, может быть, и обходим эту тему. Не знаю. но как-то она вот не возникает так часто, как возникало раньше. Видимо, всему свое время все своим чередой будет идти своим чередом и наверное, как-то это все решится. Но я с своей стороны не считаю возможным как-то на этот процесс влиять. вот именно от этого я и хотел предостеречь от поспешности. Чтобы все было размеренно, четко, не быстро. Это должно годами подходить к этому должен человек годами. И искус вот это все. Если он решил, что это его, если он избрал, вот в этой стезе он пусть работает, но ни в коем случае не торопиться. Семь раз, как говорится. Красиво здесь. здорово. Здорово. Пути Господь неисповедимы, может быть, и другой вариант быть. То есть вернется в монастырь. да, я этого никаким образом не исключаю. Исключала и не исключаю. Я не могу сказать. Конечно, тут такая вещь, я не могу соперничать исключаю. И не буду этого делать, и не могу просто, потому что это не сопоставимые категории. категории. Да нет, все хорошо будет. В целом. Я немножко выпал из колеи. вот если я совершу преступление и попаду, скажем, в тюрьму, моя мама перестанет меня за это любить. И Господь он тоже таков. человек не может быть свободен. В принципе. Нету свободы, не существует ее. Это заблуждение. Не может быть человек свободен. Не может. Он может быть либо раб Божий, либо раб своего хочу. Свобода она превыше всего. И никто не может ограничить мою свободу, я не могу ограничить его свободу. Мы сами можем распоряжаться своей жизнью, своей свободой. ребенком нельзя ограничивать свободу. Как можно ребенком ограничить свободу? Ответственность может быть у человека, да, она может быть, но свободу ограничивает она. не не ничего не нет. Продолжение следует... 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 Продолжение следует...